Трудные места писания с библейским порталом Экзегет Трудные места писания с библейским порталом Экзегет Многие баловались, кстати, в детстве, в отрочестве, я тоже увлекался, придумывать свой язык, слова какие-то, чтобы никто не понимал, иногда группа ребят такой язык придумывает, чтобы они между собой общались, а взрослые не могли бы понять их речи, но тоже вряд ли А может быть это некий мистический опыт, который люди получают внезапно, вот и до сих пор есть такие люди, пятидесятники среди христиан, которые считают, что Бог действует, Дух Святой действует в людях И они начинают говорить на неких ангельских языках Апостол Павел в предыдущей 13 главе упоминал языки человеческие и ангельские И вот во время родения, во время богослужения они действительно начинают произносить какие-то непонятные тексты, им самим непонятные А похоже, что что-то вроде этого Тот говорит не людям, а Богу Его никто не понимает, да? Но зачем тогда это нужно? То есть Павел-то и пишет в этой 14 главе, он постоянно это все тут возвращается к этой мысли, что вообще-то это бессмысленно говорить на языке, которого никто не понимает И что лучше говорить так, чтобы все было понятно, это будет назидание, это будет для людей Но он не отрицает свои ценности в таком говорении языками, потому что человек разговаривает с Богом Если он разговаривает с Богом, это уже великая ценность Что же это были за языки? Где грамматику и словарь можно найти? В магазине книжном, в интернете выгрузить, да? Похоже, что нет Я думаю, что мы до конца этого не узнаем, потому что ушла в прошлое эта каринфская община, в которой это было важно Это явно важная для нее тема, Павел так много ее уделяет внимания и так бережно с каринфинами говорит Это все хорошо, но не это главное Не слишком этим увлекайтесь Вот, гораздо важнее любовь, но об этом предыдущая 13 глава А дальше он объясняет, почему говорение на языках не очень помогает церкви И, вы знаете, вот если это воспринимать не только в контексте каринфа, середины первого века нашей эры А если это воспринимать в контексте вообще духовной жизни Я сейчас не буду обсуждать вопрос о богослужебном языке, хотя это все сюда очень подходит Я обращу внимание на то, что достаточно часто духовная жизнь человека или целой общины некоторой Она сводится к разговору с Богом на каком-то понятном этой общине или этому человеку языке Не в смысле грамматики, словаря, жесты, но язык это же широкое понятие, если воспринимать язык как систему знаков Жесты, обряды, ритуалы, какие-то еще вещи, ну, знаете, как в семье там, в любящей семье там Есть какие-то свои мелкие знаки, символы, детали, словечки, вот там, не знаю, подарочки, поцелуйчики какие-то Вот, которые прямо много значат для этой семьи И вот человек, который с Богом в таких же тесных, нежных отношениях, как вот эта семья глубоко любящая То у него тоже есть этот свой язык с Богом, неважно какой Вот, не знаю, взглянуть на икону или там вздохнуть при виде красивого пейзажа и про себя как бы вздохнуть для Бога Как же ты здорово сделал эту вселенную Спасибо тебе большое, что ты мне это показываешь Да, вот в одном вздохе это все сказать Это какой-то очень свой язык Наверное, Павел не про это пишет Наверное, я сейчас уже раскрываю смысл его слов в каком-то более современном или таком очень субъективном понимании Но это все бесполезно для других То есть Павел не говорит, что это плохо Павел не говорит, что без этого лучше Нет, никоим образом Он бережно относится к этому говорению на языках Но, смотрите, он говорит, сколько, например, различных слов в мире И нет ни одного из них без значения Но если я не разумею значение слов То я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец Так и вы, ревной о дырах духовных, стараетесь обогатиться ими к назиданию церкви А потому говорящие на незнакомом языке молись о даре истолкования И если это приводить вот к такой современной параллели То получается, что когда человек или община, или группа, или конфессия, поместная церковь, кто угодно Начинает говорить с Богом на каком-то своем языке, очень интимном, внутреннем, глубоком То все это неполно по одной простой причине Для всей церкви это бесполезно Это вот они только для себя Это хорошо нам здесь быть, говорит апостол Петр на горе преображения Иисусу Давай останемся здесь, а весь этот мир у нас под ногами, пусть он пропадает Нам совершенно неинтересно, что с ним происходит И Иисус говорит, нет, мы вернемся к этому миру, неся тот свет, который мы увидели, который мы приобрели В этом наша задача, для этого мы здесь и оказались А не для того, чтобы насладиться общением друг с другом с Моисеем Ильей Насладиться этим светом и вот замереть в этой блаженной нирване И вот здесь то же самое, мне кажется, что эти слова к коринфской общине были обращены В связи с какой-то их особенностью Вот у них были какие-то эти вот дарования говорить на особых языках Мы совершенно сейчас не представляем себе на каких конкретно и почему Но они их считали чем-то сверхценным И Павел говорит, это не должно становиться сверхценностью Есть ценности более высокие Любовь, о которой он тоже сказал только что Но здесь это слово любовь, оно переходит в очень практическую плоскость А где польза для церкви? Ты говоришь только для себя Если с тобой это происходит, молись о даре истолковании Чтобы ты или кто-то другой смог это перевести на понятный другим язык Не в смысле древнегреческий, русский, английский, китайский или какой-нибудь еще А так, чтобы другие люди тоже получили нечто от твоей духовной жизни И мне кажется, в этом смысле Павел очень хорошо формулирует, что такое церковь Это не просто собрание таких выдающихся индивидуалов Но это община Община, в которой люди дополняют друг друга Где самый тонкий, глубокий, интимный, мистический опыт Он должен сочетаться с чем-то более понятным для всех остальных И тогда это для церкви А если нет, ну тогда это не церковь Тогда просто это вот отдельный человек С которым происходят какие-то важные, нужные, хорошие Но никому больше непонятные вещи Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!